На телеканале Енисей Большие Новости в студии Ксения Кощеева. Здравствуйте. В Госдуме хотят радикально усилить ответственность для тех, кто не пропускает автомобили экстренных служб, вплоть до введения уголовной ответственности. Как считаете вы, за какие правонарушения нужно лишать водительских прав пожизненно? Сегодня эту тему обсуждаем вместе с вами. Пишите нам в Вайбер, в WhatsApp, в социальные сети. Обязательно зачитаем ваши сообщения по ходу выпуска. А пока анонс главных событий дня. 300 протоколов за один день выписали полицейские, автомобилистам, любителям тонировки. Как накажут нарушителей правил? Штрафы выписывают, растонируясь, потом опять тонируясь. И да, каждый раз происходит. Из стационара ФМБА выписали первого пациента, которому пересадили печень. Какие еще сложные операции делают в этой больнице? Помните первую мысль после пробуждения? Ну, первая мысль, что живой. Синоптики пообещали жителям Красноярска теплые выходные. Какой будет погода в районах края и когда придут морозы? Теплее всего будет в Таруханском районе. Ночные температуры от минус 13 до минус 18. И дню минус 8, минус 13. Ослабевшие раненые косули выходят к людям из леса Вачинске. Как можно помочь животным пережить это голодное время? Вот здесь в машине сейчас мы привезли две косули. Те, которые выбежали в трассе, так скажем, просили помощи у населения. Губернатор края Виктор Толоконский провел в Москве деловую встречу с Владимиром Потаниным. Вместе с президентом Норникеля он обсудил, какие новые социальные программы будут реализованы в нашем крае. Компания не только крупный налогоплательщик региона, но и давно работает над рядом проектов. В частности, строит жилье, специалистам помогает с реконструкцией аэропорта Норильска, поддерживает научные исследования и сотрудничает с СФУ. Особое внимание уделяется жизни коренных малочисленных народов. Кроме того, компания совместно с краевым и федеральным правительством реализует программу переселения с севера на юг. В планах Норникеля проект «Комфортный таймыр», по которому планируется построить новое жилье для жителей поселка Тухарт. Переселение и создание нового поселка на существующей территории для нас и для Объединенного Европейского банка является основной приоритетной задачей в этом и в последующие два года. Мы намерены сделать проект, который будет отвечать всем современным условиям проживания. Это и коммунальная инфраструктура, и котельня, которую необходимо будет построить заново под новые технологии существующие. Отличная новость пришла сегодня днем из Алматы, где проходит соревнование зимних всемирных студенческих игр. Наш земляк, биатлонист Сергей Коростылев, завоевал золотую медаль в гонке преследования. На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент Андрей Стародым, который следит за ходом универсиады в Алматы. Андрей, здравствуйте. Расскажите, как проходили сегодня состязания по биатлону и подробнее о победе студента педагогического университета Сергея Коростылева. Да, Ксения, добрый вечер. Действительно, самая главная, наверное, новость сегодняшнего дня для Красноярска, для Красноярского края, это то, что наш земляк Сергей Коростылев победил в гонке преследования в биатлоне на 12,5 километров. Могу немножко рассказать, как проходила эта гонка. Начал Сергей под номером 8. Его отставание от лидера было 47 секунд. Однако удачная стрельба на первом огневом рубеже вывела его уже на второе место. И дальше, после второго огневого рубежа, он уже вышел на первое место. Ну и самое главное, он больше и вообще во всю эту гонку ни разу не промахнулся. Все цели были поражены. И в итоге он пришел первым. Ну это, конечно же, потрясающе. Действительно, праздник. В общем-то, Красноярец завоевал золотую медаль универсиады 2017. Давайте послушаем, что говорит сам Сергей буквально через несколько секунд после финиша. Я старался как мог. Все видели сами. Ой, у меня на индивидуальной гонке не получился последний рубеж. Сегодня я стал рисковать. Не волновался. Я знал, что все получится. Тренер Валерий Медведцев, привет ему передаю. Он говорил, что вот это вот число счастливое, я под ним выиграл. Плохо слышно здесь, конечно же, но я не знаю. Я, наверное, продолжу тогда говорить. Не слышу совсем студию. Так вот, мы сейчас находимся на Медалплазе в Алматы. Через несколько минут именно здесь Сергею, а также всем другим победителям и призерам с сегодняшнего соревновательного дня будут вручены золотые, серебряные и бронзовые медали. Хотелось бы подвести некоторый итог медального зачета под конец. Вот Россия все еще на первом месте, безусловно, с большим отрывом 15 золотых медалей плюс 2 по сравнению со вчерашним днем 17 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте Казахстан. 8 золотых медалей, 2 плюс 2 по сравнению со вчерашним днем. 2 серебряных и 8 бронзовых. И Япония вышла на третье место, потесни Францию. У них 3 золотые медали, 8 серебряных и 5 бронзовых. Ну вот такая ситуация. Наверное, студия я вас уже, наверное, не услышу, поэтому прощаюсь. И сейчас мы пойдем уже к сцене, чтобы снять, как вручают золотые медали для Сергея Коростылева. Спасибо за информацию. Ждем ваших репортажей с нетерпением. А вот мужской турнир по хоккею на Универсиаде в Алматы проходит в Халык-Арене. Это большой многофункциональный центр, где могут проводить не только хоккейные матчи, но и выставки и турниры по мини-футболу или волейболу. Подробнее о матче России и Латвии и мнении зрителей о новом спортивном комплексе в сюжете далее. Халык-Арена построена специально для Универсиады 2017 года и состоит из двух крытых ледовых полей. Одно небольшое тренировочное, рассчитанное на 300 мест, а вот второе уже большое, соревновательное. И там может вместиться 3000 зрителей. Во время всемирных студенческих игр на Халык-Арене проходит мужской турнир по хоккею. Сборная России играет со сборной Латвии. Это второй матч нашей команды. Первый россияне выиграли у корейцев со счетом 14-0. В этом матче преимущество над латвийской сборной также не вызывает сомнений у зрителей, которых пришло немало. На трибунах болеют в основном за Россию. Есть болельщики и из Красноярска. Поддержать мужскую команду России пришли и девушки хоккейной сборной. В перерыве они вышли в буфет и пообщались с нами, хоть и спешили обратно на трибуны. Очень интересный матч складывается. Поддерживаем их, когда голы забивают крыши. Так что интересно здесь. Счастливая встреча! Сборная команды России по хоккею женская болеет за мужчин. Все. Пошли смотреть. Все, все, все. Не отвлекаю. Спасибо. Спасибо вам. Этот матч сложился для российской сборной ожидаемо успешный. Итоговый счет 7-1. Наблюдать за игрой для зрителей одно удовольствие. Новая арена оснащена всем необходимым современным оборудованием. Здесь на главных трибунах даже есть подушечки на креслах, что очень важно для ледового дворца, где все-таки прохладно. Вообще Халык-арена это многофункциональный центр. И здесь кроме матчей по хоккею могут проходить игры по баскетболу или волейболу. Очень достойное сооружение. Очень достойное. Все хорошо сделалось. Ну, как бы для людей и транспортные развязки удобные, что находятся с двух сторон дороги. Достойно все. Красивое и уютное. Да, садион отличный. Я еще помню тот старый дворец спорта, когда занимался хоккеем там. Ну, это, конечно, получше. Солиднее сделал. Чуть-чуть получше? Ну, солиднее, конечно. Солиднее сделал. На каждом матче универсиады есть свои герои. В этом это, конечно, хоккеисты сборной России, потому что победили. Но еще и болельщицы за латвийскую команду. Я смотрю, вы не расстраивайтесь, что проиграла команда. Нет, нет. Мы еще просили один хотя бы. Ну, молодцы, мальчишки. Они вообще молодцы. Крутые парни. Настоящие. Неунывающие и очаровательные пенсионерки настолько дружелюбно настроены, что стали настоящими звездами среди зрителей. Уже на улице перед входом в халык-арену они устроили большую фотосессию со всеми желающими. Пройти мимо них было невозможно. Андрей Стародым, Андрей Крупнов. Новости. В Сибирском клиническом центре ФМБА впервые провели трансплантацию печени. Как чувствует себя пациент, расскажем после рекламы. В Госдуме хотят радикально усилить наказание для тех, кто не пропускает автомобили экстренных служб. Автор инициативы Василий Пискарев, руководитель комитета по безопасности и противодействию коррупции, предлагает за непредоставление приоритета скорым, пожарным и полицейским машинам лишать нарушителей прав на 3, 5, 10 лет или даже пожизненно. Такие же санкции планируется применять к тем, чьи действия могли повлечь тяжкие последствия для жизни и здоровья граждан. Инициатива вызвана последним случаем на Камчатке, когда из-за упрямого водителя скоро не успела на вызов и человек умер. Напомню, сейчас наказание за подобное нарушение, штраф 500 рублей и лишение прав на срок до 3 месяцев. И сегодня эту тему с вами в социальных сетях. И вот за первую половину выпуска в мессенджерах обсуждает мой коллега Александр Дьяков. Александр, что есть к этой минуте у вас? Да, здравствуйте, Ксения. В действительности в Госдуме обозначились уже целых три инициативы на одну и ту же самую тему. Это вот не предоставление, а преимущество спецтранспорту. Депутат Василий Пискарев предложил упомянутые повысить санкции вплоть до пожизненного лишения прав. Другой депутат Андрей Палкин уже внес законопроект, повышающий штрафы за непропуск автомобилей экстренных служб в 60 раз до 30 тысяч рублей. Ну и еще одна группа депутатов Сидякин, Грибов и Гетто предлагает поправки уже к Уголовному кодексу. Здесь речь идет о лишении свободы сроком от 2 до 3 лет. Ну, либо принудительной работы сроком до 2 лет. И того, что мы имеем либо лишение прав, либо тюрьма, либо, что называется, в лучшем случае гигантский штраф. Ну, а может быть, все это скомбинирует, как мы знаем, бывает в практике. Впрочем, из практики мы также знаем, что заявление депутатов, заявлением депутатов рознь. И поэтому мы решили обратиться к проверенным, так сказать, людям, чтобы узнать, насколько все серьезно. Это депутаты Государственной Думы от Красноярского края Юрий Швыткин и Виктор Зубарев. Конечно же, речь идет прежде всего об усилении как административной ответственности, так и уголовной ответственности. В частности, предлагается наказать лишением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенной должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Я считаю, что во главе угла должна стоять жизнь человека, безопасность жизни человека. И поэтому при особых случаях, когда спешит пожарная помощь или скорая помощь, конечно, это допустимо. И ужесточение, оно в разумных пределах, то, что будет, и то, что нами принимается сейчас, будет полезно. Потому что в последнее время мы увидим, что много равнодушия среди людей, и в этом смысле, конечно, изменение наказания необходимо. Ну и так, как мы видим, действительно все серьезно за тех, кто мешает проезду спецтранспорта, возьмутся плотно. Ну и сегодня мы собирали мнение, как относятся к этому сами граждане, и автомобилисты, и пешеходы. Вот что пишут по этому поводу в наших группах в социальных сетях. Ирина Голубева, цитирую, правильно. И тех, кто пьяный за рулем ездит, особенно кто во второй раз попался, пожизненно прав лишать. Нет мозгов, пусть на автобусе катаются. Грубовато, но чувствуется, что искренне написали. Дмитрий Сорокин пишет, самая лучшая мера – это пожизненное лишение прав. Если страх перед последствиями не остановит автохама перед нарушением правил, то в дальнейшем его уже не остановит никто. Поэтому никакой жестокости здесь нет, только чистая справедливость. Петр Незнамов добавил скепсиса. Пишет, я за ужесточение наказания для таких водителей, но другой вопрос, что они без прав все равно садятся за роль. И вот в отношении таких тоже нужно пересматривать законодательство, чтобы у них даже мысли об этом не возникало. Михаил Кресс делится личным опытом. Полностью поддерживаю авторов такого документа, так как сам был в такой ситуации прямо у своего подъезда. Автохам не хотел пропускать кариту скорой помощи, в которой мне оказывали медицинскую помощь при доставке в больницу. Ну и, наконец, телезрительница Александра Шехнова. Думаю, что нужно лишать водительского, если бы было ДТП со смертельным исходом, или если нарушения у водителя имеются, причем систематические нарушения. Ну и вот сейчас редактор мне подсказывает, что у нас есть на связи человек, готовый поделиться своим мнением. Давайте попробуем пообщаться. Алло, здравствуйте, вы нас слышите? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, представьтесь, пожалуйста. А меня зовут Семен. Семен, вы пешеход или водитель? Как водитель. Водитель, давайте тоже уточним, водитель спецтранспорта или просто водитель? Да нет, гражданский. Гражданский водитель. Ну и так, Семен, как вы относитесь к такой инициативе, которая может коснуться и вас в том числе? Я не знаю. Мне кажется, во-первых, мера больше попутинская. А это в той причине, что реально придешь к ответственности человека, который не пропустил машину с сигналами, достаточно, наверное, сложно играть. И много подобных случаев есть. Поэтому, скорее всего, это просто желание того, кто пиарит, на мой взгляд. Не более того. Но, вообще, в принципе, сам процесс, не пропуск, а транспорт. Это, конечно, не длительное явление, которое нужно исполнить, невозможно, не такими паркуратскими мерами. Спасибо, Семен, понятно ваше мнение. Ну, как мы видим, мнения разные, но, скорее, все-таки зрители поддерживают вот такие вот инициативы ужесточения. Но вот, что считаете вы по этому поводу? Может быть, мы не правы, как-то присоединяйтесь к обсуждению. Мы еще принимаем ваше мнение на номер WhatsApp и Viber 8 933-336-7172. Вернемся к этой теме чуть позже. Пока возвращаю слово к Сине. Александр, спасибо. Обязательно вернемся к этой теме позднее. Водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил целое представление при задержании. Все произошло накануне на улице Дачино. 21-летний автолюбитель, севший за руль в пьяном виде, попал в ДТП и попытался скрыться с места происшествия. В итоге он с другом забрался на заднее сидение и утверждал, что они пассажиры. А водитель убежал. На место подъехали друзья нарушителя и стали препятствовать задержанию. Водитель отказался предъявлять документы и подчиниться требованиям полицейских. В итоге стражам порядка пришлось применять силу и доставить молодого человека в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Судом Октябрьского района города Красноярска было вынесено решение о назначении 12 суток административного ареста данному автомобилисту, который отказался выполнить законные требования сотрудников полиции. Также в отношении 21-летнего молодого человека дорожными полицейсками были составлены административные материалы. За отказ от прохождения свидетельствования на состояние отменения сейчас ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет. С начала февраля в Красноярске инспекторы проводят профилактические рейды по проверке тонировки на стеклах автомобилей. Только за один день полицейские составили около 300 протоколов об административных правонарушениях. Как сегодня проверяли автомобили с затемненными стеклами, расскажем в следующем репортаже. За несколько часов профилактической операции «Чистое стекло» автоинспекторы сдержали около 40 нарушителей. Автомобили с неправильными стеклами они видят издалека. Их останавливают, проверяют и проводят небольшой тест. С помощью этого прибора сотрудники ГИБДД замерили светопропускаемость пленки. Сквозь лобовое стекло должно проникать 75% солнечных лучей. Сквозь боковые не менее 70%. В этом случае датчик показал только 5%. Мне так комфортнее всего ездить. Я без нее не могу. На тебя больше народа смотрит, отвлекаешься. А так нормально. Штрафы уписывают, растонируюсь, потом опять тонируюсь. И так каждый раз происходит. Почему вы решили снять тонировку? Потому что нельзя нарушать. А вот какова степень затемненности у стекол этого автомобиля, инспекторы не смогли определить. Владелец отказался от тестирования. Это моя собственность. Я не хочу, чтобы непосторонние лица проникали туда. И, возможно, составляли для меня, возможно, какую-то дальнейшую угрозу. Я не могу уверен быть в сотрудниках, потому что, знаете, нынешний коррупционный мир неизвестно. Может, он порядочный, может, непорядочный. Откуда я могу это знать? Автомобилист требования сотрудника полиции так и не выполнил. Красноярские автоинспекторы доставили мужчину в мировой суд. По статье 19.3 ему грозит административный арест до 15 суток. В связи с тем, что у нас на территории города Красноярска, Красноярского края, большое количество водителей, которые нарушают правила дорожного движения, в частности, управляют автомобилем с тонированными стеклами, это является нарушением правил дорожного движения, и снижает видимость и обзорность водителя. И поэтому в данном случае мы будем проводить это мероприятие, пока у нас водитель все-таки не растонируется. Каждому нарушителю автоинспекторы выдали письменные требования снять тонировку. Бумага не для отписки. В следующий раз владельца автомобиля с черными стеклами ждет более строгое наказание. Автомобилисту выпишут штраф от 500 до 1000 рублей, либо его могут арестовать на 15 суток. И мы возвращаемся к теме, которую вынесли сегодня на обширное обсуждение. Это инициатива депутатов Госдумы кратно увеличить ответственность автомобилистов за отказ уступать дорогу скорой помощи и другому спецтранспорту к нам. В студии присоединился эксперт, это представитель общественного совета главного управления МВД по Красноярскому краю Александр Пономарев. Коллеги, вам слово. Да, Ксения, спасибо. Но тут такая интересная ситуация. С одной стороны, наш гость имеет формальное отношение к системе МВД, с другой стороны, это известный автогонщик Александр Пономарев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот исходя из такой двоякости, все-таки вы на чьей стороне в данном вопросе ужесточения ответственности за непропуск спецтранспорта? На стороне все-таки благоразумие. Могу сказать, что у нас нет такой острой проблемы в городе Красноярске. И по прошлому году, если брать статистику, было порядка 28 происшествий с участием автомобилей спецтранспорта. И в 18 случаях признаны были виновными именно водители спецтранспорта. Это говорит о том, что водители спецтранспорта, иногда и не знают правила дорожного движения, то есть они обязаны убедиться в том, что их пропускают, а не проезжать там, не глядя на красный сигнал светофора. И исходить из статистики, 13 было составлено протоколов в прошлом году, 12 из которых дошло... Это уже в отношении водителей. Да, в отношении водителей, которые именно не предоставили приоритет транспорту с проблесковыми синими маяками, спецтранспорту. И было вынесено по 12 из них штраф в размере 500 рублей. А то есть действующие санкции сейчас какие? Если первоначально вы попадаете, это 500 рублей штраф, а если повторно, то от месяца до трех лишения прав. Но лишение прав не было вынесено ни по одному из протоколов, по той причине, что водители привлекались впервые по данному административному правонарушению. То есть рецидивов нет? Рецидивов нет. Тогда как думаете, откуда вообще взялась такая инициатива? Всего 12 случаев на весь Красноярский край за год, но это получается раз в месяц случается, да? Ну, тут взята статистика именно по городу Красноярску. В других регионах, я думаю, что в более крупных городах, такие как Москва и Питер, ситуация может быть другой, потому что там случаев по привлечению водителей и самих инцидентов гораздо больше. Там порядка 300, если я не ошибаюсь. Сейчас, извиняюсь, вас перебью, подсказываю, что у нас есть на связи человек, тоже, наверное. Эксперт? Нет? Нет, у нас есть мнение, да. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Как зовут вас? Добрый вечер. Вячеслав. Вячеслав, да. Вы сам водитель, ну и, соответственно, на чьей стороне в данном вопросе? Да, да, конечно. Я все-таки считаю, что лишать прав пожизненно, ну, не стоит это. Жестокая, наверное, мера все-таки. Ну, а как бы, вот ужесточить, ужесточить, конечно, нужно. Нужно, потому что на дорогах в этом плане творится, на мой взгляд, беспредел. Скорая помощь у нас, ну, просто как бы не замечают даже. Как будто это прогулочный какой-то себе автомобиль и все. Поэтому как-то, да, я, ну, так кардинально, знаете, лишать пожизненно прав, я не знаю. У нас есть, у нас очень много пьяных за рулем. Вот их, да, их, конечно, я бы их лишал, даже вот не задумывая, знаете, пожизненно. От них больше, во всяком случае, горя, чем от тех водителей, которые не пропустили скорую помощь. И потом, вы же понимаете, должно как-то соответствовать наказанию. Потому как, вот, если пострадал, скажем так, человек в скорой помощи, или вот, ну, в коллекте в скорой помощи, или вот там нет персонала, тогда, да, оно должно соответствовать, так-то, понимаете. Тогда, конечно, можно этого человека лишить прав, без проблем. Спасибо большое, Вячеслав. Вот я, Александр, кстати, добавлю свое мнение. Действительно же, не всегда можно однозначно идентифицировать нарушения. Например, скорая помощь догоняет меня, еду в левом ряду, должен уступить, ну, правый весь плотно забит. Я, как бы, невиновный, но могу попасть на штраф. Всегда легко идентифицировать подобные такие. Ну, совершенно верно. Как бы, вот, совсем недавно произошел случай у нас в Красноярске, когда женщина якобы не пропустила спецтранспорт, конкретно скорую помощь. И сейчас до сих пор ведется разбирательство. То есть, нужно же определить одну сторону и вторую, и посмотреть, были ли условия у человека, допустим, уступить дорогу, да, либо не было, и объективно подойти к данному инциденту. И я абсолютно согласен с нашим зрителем, да, с тем, что должно быть правомерным и наказание, то есть, соразмерным, да, соразмерным правонарушениям, то есть, вводить уголовную ответственность за то, что вы не пропустили спецтранспорт. Если это, конечно, привело к каким-то летальным, там, или тотальным последствиям... Отдельная статья. Это да, но это уже совершенно другой уровень наказания. И поэтому, ну, если есть рецидив, лишайте прав. Можно ужесточить, поднять размер уже существующего штрафа. Ведь какая ситуация была с ремнями безопасности? То есть, штраф был 500 рублей, сейчас 1000, и, как бы, люди, собственно говоря, пользуются ремнями безопасности чаще, чем это было раньше. Дошло. Вот, дошло. И еще немаловажный фактор, это все-таки пропаганда, для чего это нужно, да. Очень много роликов сейчас в интернете наглядно демонстрируют, что там пристегнутый пассажир там и водитель при ДТП шансов выжить имеют гораздо больше. Здесь то же самое должно происходить, то есть, почему у нас очень мало социальных каких-то роликов, которые транслируются на телевидении. Нужно объяснить, зачем это нужно, почему это нужно. Вот и все. Александр, но еще один вопрос, если можно коротко, сами-то всегда имеете возможность уступить той же самой скорой помощи? Ну, не так часто, скажем так, попадаются мне там спецмашины с включенными маяками. Конечно, если ты ее видишь и понимаешь, что это скорая, там, либо полиция, стараешься прижаться, либо дать коридор для того, чтобы люди проехали, потому что, ну, мало ли, может, действительно врачи борются за жизнь. И мы едем и не задумываемся о том, кого везут. Может, везут кого-то из наших знакомых или родственников, не дай бог, конечно. Но это ирония судьбы и мало ли что. Не дай бог, да. Спасибо большое, Александр. Ну, напоминаю, что возможность обсудить услышанное есть и у вас посредством социальных сетей. Наш номер в WhatsApp и Viber, напомню, 8 933 336 71 72. Мы еще принимаем мнение до конца выпуска. Я еще вернусь в эфир. Ну, а пока возвращаю слово Ксении. Спасибо, Александр, вам и вашему эксперту за такую интересную детальную информацию. Пока продолжаем выпуск. К этой теме вернемся позднее обязательно. В Сибирском клиническом центре впервые провели трансплантацию печени. Красноярским врачам ассистировали московские коллеги. Сама операция длилась несколько часов. Сегодня пациент с донорским органом выписался из больницы. Анна Московских расскажет подробности. В Сибирском клиническом центре ФМБА России впервые провели операцию по пересадке печени. Пациентом стал молодой мужчина, который 20 лет страдал аутоиммунным гепатитом. То есть его печень разрушала его же иммунная система. Трансплантация спасла молодому человеку жизнь. Красноярец не называет имени. Все-таки трансплантация тема деликатная. Говорит, что чувствует себя хорошо. О предоперационном периоде вспоминает спокойно. Утверждает, что совсем не волновался и на хирургический стол ложился с уверенностью в успешном исходе. Вспомните первую мысль после пробуждения? Ну, первая мысль, что живой. Первая мысль. То есть пощупал себя, что да, это все реальность. Захотелось позвонить домой. Родным о том, что вот-вот ляжет на операцию, молодой человек не говорил до последнего момента. Не хотел волновать. Сама операция длилась более четырех часов. Донором стал мужчина, погибший в ДТП. Красноярские медики прошли обучение в клиниках Москвы. Кроме того, на первой операции им помогали столичные коллеги. Теперь впереди у рецепента длительная реабилитация, множество правил и ограничений. В течение первых трех месяцев можно будет ограничить физические нагрузки, но полностью их включать не рекомендуется. То есть в течение следующих трех месяцев можно уже будет приступать к физическим нагрузкам. Нужно будет постоянно измерять температуру тела. Помните, что вы принимаете определенные препараты, которые подавляют иммунитет. В клиническом центре говорят, они готовы проводить операции по пересадке печени и почек, хотя подчас невозможность найти подходящего донора сильно тормозит процесс. Но врачи рассчитывают, что трансплантология в нашем крае будет развиваться. Сами медики уже осваивают новые операции, в которых испытывают потребность жителей региона. Оценку мы от московских коллег получили очень хорошую. С их точки зрения наша база полностью готова самостоятельно выполнять эти операции. И наши специалисты готовятся, учатся по трансплантации поджелудочной железы. Это наша основная теперь такая задача вместе с трансплантацией печени. Но дальше посмотрим. Молодой человек покидает лечебные учреждения и отправляется к заждавшимся его родным. Кстати, с начала года в ФМБА провели еще две трансплантации. Пациенты получили новые почки. Анна Московских, Максим Галат. Новости. Хачинцы спасли от голода пару косуль. Ослабленные животные в поисках пищи вышли к автомобильной трассе. После нескольких дней, в течение которых диких парнокопытных кормили сеном и березовыми вениками, их выпустили на волю. К слову, в этом году косули как никогда нуждаются в помощи людей. Подробности в следующем сюжете. Вот здесь в машине сейчас мы привезли две косули, те, которые выбежали к трассе, просили помощи у населения. Охотники их, граждане поймали, подкормили маленько в стайке пять дней. И вот сейчас мы их собираемся выпускать в среду обитания. Без помощи ачинцев эти дикие животные могли погибнуть. Из-за снежной зимы косулям трудно передвигаться и находить пропитание в лесу. Местами сугробы достигают полутора метра. В поисках еды животные идут к людям. Этой парочке, предположительно, из заповедника Орга повезло. Их нашли и спасли. Тише, тише, мои хорошие. Да, да, да. Тише, 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 тише. О, куда? Вазку отпускай, отпускай, пусть он встает. Да. Давай, 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 давай. Сибирские косули – краснокнижные животные. Охота на них запрещена. Из-за браконьерства к середине 90-х их практически не осталось. Но сейчас популяция косуль постепенно восстанавливается. На территории Ачинского и соседнего Большоулуйского района насчитывают до 300 голов. Выжить помогают госинспекторы и неравнодушные жители. Те места, где снег выдувает глубину, то есть снег мельче, высота снежного покрова, они на этих местах сейчас скапливаются, там, 30, 20, там, 15 штук вот такими-то буночками. Мы в эти места прочищаем дорогу, нанимаем технику, как бы спонсирует нас и местное ДРСУ, и администрация района, администрация города Ачинска помогает. Завозим вот веники, сено где-то подсаливаем. Как рассказывают охотоведы, любимое лакомство косуль – березовые веники. Сейчас в городе Ачинск даже открыли специальный пункт, где их принимают. Любой житель может помочь спасти от голода этих редких животных и прокормить их до весны. Александра Репева, Вячеслав Беркий, новости. Предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, будут теплыми и снежными. Когда осадки прекратятся и придут морозы, расскажем после рекламы. В выходные в крае температура будет выше нормы. Синоптики связывают это с циклоном, который пришел в Сибирь с Уралом. В центральных и южных районах края в субботу ожидается небольшой снег. Ночью столбик термометра покажет минус 13, минус 18, днем от 4 до 9 градусов мороза. В воскресенье осадки усилятся. Температура будет держаться в диапазоне от минус 7 до минус 12 градусов. Первый день рабочей недели похолодает. Ночью будет до 20 мороза, днем около минус 15. В северных районах края местами также пройдет небольшой снег. Сильнее всего будет засыпать юг Туруханского района. Кроме того, в некоторых территориях ожидается сильный ветер. Ветра будет только в субботу на юге Таймирского муниципального района. Здесь ожидается порыва южного ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха здесь от минус 25 до минус 35. В Новинкельском муниципальном районе температура воздуха ночью минус 27, минус 32, днем минус 15, минус 20. Теплее всего будет в Туруханском районе. Ночные температуры от минус 13 до минус 18, днем минус 8, минус 13. И снова мы возвращаемся к основной теме выпуска. Напомню, сегодня вместе с вами, с нашими телезрителями, мы обсуждаем ужесточение наказания для тех, кто не пропускает автомобили экстренных служб. Эту тему сегодня мониторит мой коллега Александр Дьяков. Александр, какие есть еще мнения к этой минуте? Да, Ксения, но вкратце напомню буквально, вот о чем идет речь. Депутаты Госдумы выдали целый залп законопроектов, которые могут повысить степень наказания, вот дальше прямо цитата, за непредоставление преимущества транспортному средству, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Ну, проще говоря, речь про скорой помощи, машины МВД, пожарные. Хотя, конечно, отдельный вопрос, касается ли это нормы служебного транспорта высокопоставленных чиновников. Ну, вероятно, что нет. Так вот, что предлагается. Либо лишать прав за такое нарушение, вплоть до пожизненного, либо сажать в тюрьму на срок до трех лет, либо назначать штраф в размере 30 тысяч рублей. Это в 60 раз больше, чем сейчас. Но все это пока в стадии проектов и обсуждений, в том числе и в наших группах в социальных сетях. Вот какие мнения мы еще получили во время эфира. Максим Ковалев. Надо лишать прав или наказывать штрафом и пересдача экзамена на права. Елена Константиновна пишет. Права забирать навсегда, пусть потом из окна на свою машину любуются и ездят на автобусе, если не хотят по-человечески на дороге себя вести. Как можно скорую не пропустить? Это просто непорядочно. Потом врача будет ждать этот же водитель хам и рискует не дождаться. Сергей Беляев. Я считаю, что лишать пожизненно водительского удостоверения за то, что не пропустил скорую, это нонсенс. У нас пьяными за руль садятся, сбивают людей и через пару лет им права возвращают. А тут за то, что не пропустили скорую, предлагают навсегда отбирать документы. Где соразмерность наказания? Вот, кстати, тут поддержу Сергея, абсолютно разделяя вот это мнение. Но закончу репликой Ксении Евлампевой. Я считаю, что идея хорошая. Если водитель непонятно в каком состоянии сбивает человека насмерть или делает его инвалидом, а потом ему дают год колонии, в лучшем случае АПО-УДУ выпускает разве это справедливо, за такое точно надо сажать и прав навсегда лишать. Ну вот снова у нас есть звонок. Наши телезрители тоже делятся мнением. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Галина. Галина, такой же вопрос. Вы водитель или пешеход? Ну и чем вы стороной занимаете? Я водитель, я водитель с небольшим стажем, 3 года, но у меня уже есть сложившееся мнение по поводу ситуации на дорогах. Так. И вот в этом вопросе, в вопросе ужесточения наказания и отбирания прав, я могу сказать однозначно, что отбирать права у людей этого недостаточно. Дело в том, что нам нужно повышать саму культуру вождения, так как многие водители абсолютно забывают ПДД сразу же, как выходят на дороги, а может быть даже и не знают этих ПДД. Поэтому мне бы хотелось, чтобы повышалась культура вождения в автошколах, чтобы это начиналось все изначально, чтобы люди учились водить автомобили. А устранять уже следствие, а не саму причину, мне кажется абсолютно бесполезным. Спасибо, Галина. Вот, кстати, да, такого мнения еще сегодня не было. Действительно, начинать надо с профилактики с культуры. Ну и подытоживая сегодняшнюю нашу тему, сложилось ощущение, что те, кто нам звонили, скорее против вот этого ужесточения, а те, кто нам писали, скорее в целом поддерживают. Видимо, пишут пешеходы, а звонят водители. Ну, в завершение подчеркну, никаких решений окончательных еще до конца не принято. Все варианты будут рассматриваться в Госдуме. Ну, а мы, соответственно, со своей стороны будем следить за этой ситуацией. Ну, а пока на этом у меня все. Ксения. Спасибо, Александр, за такой подробный срез этой темы, за мониторинг этой темы прямо в эфире. Необычно начался сегодня концерт хиты музыки мирового кино в исполнении Красноярского симфонического оркестра. Музыканты решили устроить сюрприз в честь юбилея своего художественного руководителя и главного дирижера Владимира Ланды. Неожиданно для него в самом начале выступления они исполнили поздравительную мелодию и под аплодисменты зрители вручили маэстро цветы. Выпуск продолжит наша постоянная рубрика «Сибирская мудрость». Сегодня герой главный тренер сборной края по вольной борьбе Виктор Алексеев. Он поделится своими мыслями о том, всем ли дано стать звездами спорта. Смотрим. Музыка Когда дети приходят, несомненно, из них они маленькие, вроде одинаковые все. Ну, из них у некоторых видно, у кого-то быстрое мышление, кто-то соображает хорошо, у кого-то координация движения хорошая развита, несмотря что он маленький. Есть таких качеств очень много, у малышей особенно. И примерно, нельзя сказать, что вот этот станет чемпионом или что-то, но примерно так как бы можно думать, что да, этот может достигнуть. Ну, я думаю, что когда проходят сотни ребят, вот, кто-то пришел там, мышцы заболели, кто-то и потом забыл, не пришел на тренировку, а кто-то наоборот, как-то мышцы заболели, еще дальше хочет тренироваться. Вот, получил травму, вылечил, еще дальше хочет тренироваться. Здесь, как бы, я думаю, что здесь никто абсолютно не проигрывает. Даже человек, если протренировавшись, 5-6 лет, вот, он получил определенную закалку, вот, получил какой-то характер, вот, именно от борьбы наработанного, да, вот, человеку такому уже по жизни, я считаю, будет очень легко. Ну, может быть, не сильно легко, но, тем не менее, будет не так, как тот, кто не прошел эту школу. К этой минуте у меня все. Следите за развитием событий с нами. Своей информацией делитесь по телефону 236-0136. Комментарии оставляйте на сайте www.unisea.tv. Пишите нам также в мессенджерах, в WhatsApp, в Viber, в социальных сетях. Продолжение следует...